22 июня, 4 часа утра. Ровно 73 года назад жизнь советских людей поделилась на две части. Одна из них довоенная, где был мир и были мечты. Вторая началась тем ранним июньским утром, когда первые бомбы упали на мирные советские города. И осталась только одна мечта, чтобы быстрее закончилась война. В то, что она закончится нашей победой, не сомневался никто. Но до исполнения этой мечты были долгие 1418 дней и ночей. До нее не дожили почти 27 миллионов погибших. Все это осталось в памяти. И горе, и голод, и холод. Самое страшное было, когда 40 немцев до нас заступили. Вот это самое страшное было. Мы прятались, молодежь, на крышах спали. Это было не передать такое. Как только стали захотеть первые, румыны сразу зашли. Вой, собак был, люди. Они сразу на молодежь кидались. Этот день памяти и скорби отмечается в сложное время, когда фашистская гидра вновь подняла свою голову. И вновь на многострадальную Украину сыплются с неба смертоносные снаряды. Для нынешнего поколения, сегодняшний день, он очень сопричастен с тем, что происходило 73 года назад. Когда видишь практически фронтовые съемки, фронтовые сводки с территории Украины. Очень жаль, что уроки истории нынешних украинских политиков ни к чему хорошему не приводят. Они просто забывают историю. Они забывают то, что на территории современной Украины произошли великие битвы, которые ускорили крах немецкого фашизма. И хотелось бы верить, чтобы как можно меньше горя и беды нынешние политики, нынешнее руководство Украины принесло своему народу. Мы не должны допустить войны. В этот день, 22 июня, эти слова звучат особенно. Вероника Ежова, Инна Ткач, Александр Недобешкин, телерадиокомпания «Крымский кран».